приветствую вас мои дорогие друзья зачем мы здесь вообще сидим и что мы будем делать да потому что я решил все-таки сделать беддинг что такое беддинг это грубо говоря постель для ресивера для чего это надо а для того чтобы ресивер прям плотненько плотненько было сложить для того чтобы бы не было скажем так шатов при отдаче при выстреле чтобы не было ни на вращение не надо чтобы все было ровненько вот обычный лист формата а4 смотрите мы берем вставляем и он легко у нас проходит видео тут где все должно быть плотно он прям легко входит он прям входит он не должен так ходить и его смотрите задняя часть до болта я практически достаю смотрите до болта и сейчас когда мы снимем с обеих сторон причем до болтов прям достаю вот получается то что наш ресивер он стоит прям полностью там как будет втулка идет и ресивер он как бы круглый и только по центру вот в четырех местах один это здесь даже задние это мало задействовано здесь видно даже вот здесь на пяточки потом маленько спереди спереди лучше и вот здесь вот тоже видите на четырех точках больше нигде а ну и на лапе отдачи лапа отдачи здесь немножко непривычная она как на тиках сделано ну как бы тоже неплохо это нормально это работаете она сюда вклеена поэтому ее трогать не будем оставим ее здесь и также друзья я смотрел думал как мне сделать весь этот беденг и решил будем делать как на орсис hunter вот она лапа отдачи будем делать вот до сюда видите получается после вот лапа отдачи еще полтора сантиметра будет здесь уже беденг не будем делать здесь свободно вывешенный ствол вот тут такой такой крепеж и в принципе открытые прицельные приспособления можно снять это клей ну какой-то эпоксидные не говорят но при 120 там градусов по цельсию его можно снять то есть откручиваешь вот это все вот это вот откручиваешь здесь вот откручиваешь ее греешь до 120 и можно все снять то сделано под конус то есть сниматься будет в сторону и все будет такой ствол без открытых прицельных приспособлений сейчас мы мы вытащим втулки по ним сделаем алюминиевые втулки рассверлим по вход них отверстия в ложе и и ну так вот у нас уже все готово то есть мы сидим мы уже приготовили ствол он у нас уже с пластилином сейчас намазан воском сейчас мы полотенцем бумажным заполируем до блеска для того чтобы вот не было лишнего скажем так пространство между нашей эпоксидкой и стволом скажем так что все было очень ровно и гладко что мы сделали в итоге вчера вы видели это второй день для вас это все один день да там а для меня уже второй день подготовил ложе обклеил пластилином то есть вот так все все места где я не хочу чтобы было эпоксидкой все замазал а то же самое стволе сделал ствол также я обработал то есть все хорошо с ним это для того чтобы ствол не прилип к ложе нам не надо этого чтобы нам надо что все разъединялась и потом еще затвор куда-то влазил скажем так ходил поэтому здесь все вот так вот смешал эпоксидку с активированным углем хотел сделать алюминиевую пудру но не нашел и также применял воск обычный салтом все пишут на форумах что надо использовать киви но почему-то никто не объясняет почему именно киви и мы все опять же вы используют в итоге не смог его найти учиться говоря не очень активно искал и в итоге есть то что есть поэтому сейчас будем очень неохотно я это делаю на самом деле потому что боюсь у меня сегодня ощущение не а знаете как вот может быть кто помнит там да кто постарше в детстве утром встаешь такое ну те там лет семь-восемь когда зубы то молочные начинают там шататься у тебя да ты такой встаешь утром и понимаешь что тебя шатается зуб и тебе отец говорит но сегодня будем рвать ну как правило там нитка либо еще как-то ну может быть у кого такого не было не знаю вот и те говорят ну давайте до вечера двигайся сегодня и ты прямо живешь как последний день ты катаешься на велосипеде встречаешься со всеми друзьями оттягиваешь этот момент до того как прийти домой вот сегодня я также провел весь день я весь день оттягивал на потом на потом на потом и в итоге это потом наступило вот она это потом то есть у меня все готово вот эпоксидка на самом деле я жду она очень жидкая я не хочу чтобы были у меня потеки какие-то специальные жидкости я не нашел но честно говоря даже не искал именно как сказать так чтобы мог сделать каждый что вот вы сейчас стали пошли сделали беден я делаю также из расходов грубо говоря эпоксидка у меня была от щечки то есть это все тоже банка там пол-литра меньше не смог найти вот их обрабатываю вот обработал скажем так уже болтики это потом немножко позже буду рассказывать втулочки направляющие вместо стандартных не товарищ вытащил на станке вот тоже уже все видели вот сделала их побольше сейчас за полирует ресивер обычно как все делают сначала вклеивать втулки вот вот они меня втулочки а вы не видите но не обезжиренно мне уже потому и так не беру сначала вклеиваются втулки а потом уже садится ствол но я решил все это сделать за один раз так как это и должно быть ну тоже на форумах много пишут что лучше все это без давления я как сделаю все поставлю посажу прикручена болты и оставлю прямо так потому что других у меня приспособление нет можно конечно то все в тисках по идее кверх ногами изоленты многие приматывают но опять же кто-то сейчас мне будет там писать то что ты неправильно учишь друзья я никого ничему не учу я рассказываю то что делаю я и как делаю я правильно неправильно как бы решать вам но не надо обрекать в том что я кого-то почему-то плохому учу сделал ровные втулки без знаете там вот выемки так вот делают под ресивер но опять же угадать сложно и надо чтобы петло контакта было как можно больше если мы проточим немножко неправильно будет выше скажем тогда соприкосновения будет деформироваться и к тому же мы делаем беден полный до смысла в этом нет втулочки уже друзья на месте и теперь намазываем видите на уже как паста у меня стало вообще прям отличный материал на лапу подачи по идее лучше не ложить тут вот сложно надо с ней рядом все друзья самое страшное чего я боялся опускаем много наложил везде настолько много что прям будем прокручивать надеюсь не ошибся да все хорошо длинный сзади можете в комментариях мне написать как отмыть от металла эпоксидку что-то жесть в общем все друзья ждем снимать будем тоже наверное вместе ну или потом сам не знаю это буду утром скорее все делать буду на работу спешить не знаю включу не включу камеру но результат вы в любом случае уже узнаете сейчас у меня задача какая на протяжении всего момента застывания я буду шевелить болты иначе если не буду шире болты я потом не смогу снять все пожелать мне удачи но что сказать это было это были очень тяжелые сутки но во первых я просыпался ночью для того чтобы откручивать постоянно болты подкручивать чтобы они их не не прихватило утром первым дело что я сделал я посмотрел все ли там в порядке расцепил кстати утром расцеплялась с усилием взял за ствол вот так вот короче раздвинул в итоге вот что мы видим видим пластилин остался на месте вот часть конечно ушла именно с ресивером вот и что сказать первый блин не то чтобы совсем комом но и не совсем идеально как я бы того хотел на самом деле вот ну что сделать оставляем так как есть сейчас почистим посмотрим на первый взгляд вот виднеются небольшие раковинки ну так вот прошел еще один день за это время что случилось я когда вчера для вас это было секунду назад разобрался почистил и увидел то что смотрите я одновременно вклеивал направляющие и делал полностью в беден да и когда я откручивал откручивал и закручивал свои болты на направляющих было немножко смещение на втулочках да на втулочках было смещение и в этот момент они становились немножко боком и у меня были рядом с втулками скажем так бугорки в целом все было клево вы сами это видели но самый важный так раз таким направляющие вот эти вода я надфилем вчера убрал появилась ну естественно я понимаю то что скорее всего будет не совсем ровно что я сделал дальше дальше я полностью все убрал пластилин вот здесь вот вы помните вчера был здесь пластилин его я убрал смазал но здесь опять же заготовочки все сделал то есть все хорошо мне здесь развел жидкой эпоксидку опять же с активированным углем с порошком активированного угля нанес все это и посадил и не трогал если первый же день я утром разъединил сегодня же я дождался до вечера и у меня получилась такая вот история вот эта часть правая сильно прилипла и вообще почему-то сильно прилипла или как-то развел неправильно эпоксидку или еще чего она такая стеклообразник а я стала и виду этого все получилось клёво в целом я доволен за исключением двух моментов первый момент вот с чем я доволен то что под задней втулкой все идеально ровно до сюда да вот сзади вот до сюда вот все вообще идеально прям четко вот эта сторона левая сторона около ресивера до но вплоть до конца вот до сюда до переднего края беддинга вообще все идеально перед лапой отдачи все хорошо сама передняя около передней втулки в принципе вот сам вот этот круг он ровный получился ресир же у нас круглый а втулка ровная и получается с эпоксидки вот этот овал сделанный да то есть он в принципе от ну хорошо сделан все хорошо за исключением того что вот задняя часть вот здесь вот видите почему-то приклеилась и когда я разъединял она оторвалась не знаю почему и сильно пострадала потому что была приклеена не знаю как она приклеилась все воском смазывал все было хорошо правая часть около ресивера то есть она не оторвалась она на месте да но выглядит так как будто знаете потрескалась стекло она не полностью протрескалась на видео конечно смотреться это будет ужасно я уже это представляю но я для себя сделал вывод в данный момент беденг я закончил он будет таким мы с вами постреляем посмотрим улучшилась ли кучка в целом или же нет помним да то что именно на видео у меня получалось 19 до по центрам лучшее что я мог собрать кентавром 9 и 4 ну латунная естественно сейчас пока я так оставляю я уверен что уже лучше потому что как меня у нас втулки хорошие да и постель все равно есть прилегание будет больше вот примеру сейчас вот ну на четверочку опять же на четверочку вот задняя часть вообще хорошо все передняя не совсем доволен ну что делать друзья так бывает собирать я не буду на камеру честно говоря мне уже надоело следующий раз эпоксидка я делать уже не буду кто бы чего не говорил у каждого свой опыт мне она не понравилась в работе есть еще куча разных штук в основном все рекомендуют девкон девкона тут одну тоже эпоксидка только якобы идеально для этого подходит она уже такая же твердая идет и в чем плюс друзья надо вот именно в таком виде делать не заклеивать полностью до чтобы по эпоксидка везде текла и все такое просто берешь вот здесь вот девкон ну я уже как бы еще не делал но представляю размазываешь его здесь сюда и просто садишь гораздо проще будет в работе ну что ж время покажет постреляем пока так в следующий раз я уже не буду на этом экономить ну что ж это мой опыт я с вами им поделился надеюсь вы не не допустите таких же ошибок ну давайте начнем если вы соберете сделать что вам нужно будет сделать если вы соберете тут даже эпоксидка и делать делайте в таком виде вот прям в таком не надо запечатывать здесь полностью естественно железо готовить надо запечатывается все смазывается воском полируется все идеально доводите эпоксидку до такого состояния чтобы она была как вот ну как вот сметана что ли нам наносите ее на те места где надо не везде как вот я залил да вы это видели а вот именно вот так вот и садите пусть она течет она вся не вытечет потому что она уже густоватая будет в нужных местах она останется а там где она стечет вы легко потом когда все это высохнет обработаете надфилем то есть я сейчас буду еще надфилем этого обрабатывать сборка у меня сейчас это все дело заметы пока металл очищу то есть но как бы я еще позанимаюсь и было бы конечно логичнее сейчас все это до конца довести опять разобрать заказать дифкон но друзья давайте проверим как она будет стрелять и второй момент все же я будут как следующий раз как я я буду делать да сначала я вклею втулочки а потом буду делать все остальное дабы избежать тех ошибок о которых я уже говорил но когда на боку не стало и вот тут вот рядом шишка образовалась при видимости того что сейчас выглядит немножко хуже чем вчера и вот именно сейчас лучше сделан виден ну что ж за всем отклонюсь друзья до свидания с вами был александр дружинин канал до охотник и беден корси 120 я надеюсь что это видео вам было полезным от меня вам огромной удачи никогда не ошибаетесь и пусть все будет замечательно подписывайтесь на канал ставьте лайк переходить в группу вконтакте в инстаграме ну все друзья отнем огромной удачи и пока